Смотрите новые серии эксклюзивно на Иве. Научу вас путешествовать. Северное сияние Бода, привет! Что ты делаешь? Привет, дети! Сейчас я научу вас смотреть на северное сияние. Только найду его. Бода, но здесь северного сияния не увидеть. Почему? Потому что мы в Турции в разгар лета. И на дворе раннее утро. А что вы предлагаете? Смотреть северное сияние на севере зимой ночью? Да. Северное сияние чаще всего можно увидеть в районе полюсов земли. С октября по март. По вечерам. А я что вам говорю? Надо идти на север. Как раз к зиме и дойдем. Вот дети. Деревня Кильпись-Ярви. Зима. Есть полярный круг? Есть! Есть! Что нам еще нужно, чтобы увидеть северное сияние? Северное сияние можно увидеть только на ясном небе в период с октября по март. А микроскопы воздушный шар для этого не нужны. Деревня есть. Небо ясное есть. Отправляемся на поиски. Да я здесь грибы скорее найду, чем сияние. Что за шум посреди ночи? Эти звуки издают северное сияние. Бода, посмотри на небо! Аааа! Караул! Пожар на небе! Он нам все северное сияние сожжет! Бода, Бода, Бода! Бода, это не пожар. Это... Ладно, ладно, уж и пошутить нельзя. Сам знаю, это звездная пыль. Сейчас я ее пропылесошу. Нет, Бода, это северное сияние. Эй, мечток! Пыль надо пылесосить, а не меня! Бода, это и есть северное сияние. Это северное сияние? А чего? Красиво! Так, дети, быстро все смотрим на северное сияние. Эй, вы чего? Включите обратно! Бода, не расстраивайся. Северное сияние редкое явление. Люди едут через полмира и подолгу ждут, чтобы на него посмотреть. А еще его можно увидеть из космоса. Так что же вы сразу не сказали? А то кельписьяр 33 кельписьяра на кельписьяре кельписьяровались. Ого! Смотрите, на Земле случился взрыв на фломастерном заводе! Видите краска в воздухе? Нет, Бода. Так выглядит полярное сияние из космоса. Оно возникает благодаря столкновению заряженных частиц, испускаемых Солнцем с верхними слоями земной атмосферы. Да шучу я! Конечно же, это столкновение слоев с земным Солнцем атмосферы, испускаемых Солнцем с верхними слоями заряженных частиц коры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой! Бода! Бода! Бода-боду-бода-бода-бода-бода-бода-бода-бода-бода-бода-бода-бода-бода-бода-бода! Научу вас путешествовать... Каменная волна Зонтик, якорь и ведро, и доска, и много всякого до всяких случаях О, привет, дети! Привет, Бода! Ты куда-то собираешься? Конечно, собираюсь! В Австралии есть одна необычная волна. Буду кататься там на доске! Да, в Австралии большие волны. Моя волна круче! Бода, это же каменная волна. Ты не сможешь на ней заниматься серфингом? Хватит разговоров! Австралируйте меня скорее, пока волны не закончились. О-хо-хо-хо-хо! Вот это волна! Сейчас, дети, я научу вас доскингу. Морфы, доску. О-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо! Ладно, я сам. Первым делом надо проверить, теплая ли водичка. Эх! Ой! Водочка, ты что? Ой! Уф! Вода теплая! Поплыли! Уф! 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 Эх! Эх! Хорошо! А теперь... Бода, твоя волна скрипит! Хм, странно. Не слышу рыб и не вижу чаек. Эх! Все понятно. Волна сломалась. Ну, не волнуйтесь. Бода все починит. Оп! Хе-хе! Опа! Хе-ха! Так, вот так вот. Раз-раз. Тут починить, здесь постучать. А ну, как-то так она чинится. Бода! Она каменная. Каменная волна. Настоящее природное чудо. Каменная волна образовалась миллионы лет назад. Она из гранита. Ах! Пятнадцать метров в высоту. А длина больше ста метров. Это ветер и дожди постарались и сделали ее таком. Ветер и вода много прекрасного оставили по всему миру. Ага! Вода! Все же была вода! Вода! Вода-вода! Вода-вода! Вода-вода-вода-вода! Тогда я просто подожду, когда придет сантехник. Или когда придет дождь. Дождь не поможет, Бода. Вокруг каменной волны сделали барьер, защищающий ее от воды и от разрушений. Ветер и вода выточили каменную волну, а люди любуются и берегут. Мирос. Мирос. Вода-вода-вода-вода-вода-вода. Хм, так, я понял, что все знал с самого начала. Вот зачем нужна каменная волна. Зачем? Чтоб делать красивые фотографии, а бороды при этом у вас не намокали. Хе-хе! Научу вас путешествовать. Бодоборода. Мань-пупунер. Дети, сегодня я покажу вам чудо природы. Ух ты, а какое? А вот вы сами и выбирайте, какое. Замечательно. Отправляемся к этим чудесным пенечкам. Это столбы воветривания на горе Мань-пупунер. И они очень далеко. Нужно лететь на самолете, потом ехать на машине... Ничего. Как-нибудь дотопаю. Вода, что случилось? Топливо закончилось Чудо природы, чудо природы, чудес не бывает Вода, ты же почти пришел Вот они, столбы выветривания Чудовище! Вода, это просто камни Нет, смотрите, это привидение А вот индеец А вот женщина с подушками А вон вообще, старушка пирожок ест Слышите, они с морфиками разговаривают Вампу-мампу-тичук Нет, столбы не живы, сам потрогай Дети, перед вами гигантские скульптуры, сделанные великанами Великаны тут ни при чем Раньше здесь были горы, но ветер и вода их разрушили И остались только столбы Это происходило на протяжении двухсот миллионов лет Ой, дети, не отвлекайтесь Нам надо срочно тут все измерить Один, два, три, четыре Сто девяносто пять Сто девяносто шесть Ничего себе, высота сто девяносто семь бодов-бородов Самый высокий столб сорок два метра Это как четырнадцатиэтажный дом А я о чем? Это же дома древних людей Просто они за воду платить забывали И дома немного окаменели Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Так, где лифт? Ха-ха Вода, это не дома, и лифта там нет А как я тогда наверх заберусь, чтобы флажок моткнуть? Ты что, на них нельзя забираться, столбы от этого разрушаются А еще нельзя, потому что для народов мантии это святыня Мань-папунер на их языке означает малая гора идолов Ух ты, хе-хе, идолы Тогда мы сейчас своего идола сделаем Эй-так, эй-так, вот сюда, эй-той Опа Ох Вот, дети, вернемся сюда через двести миллионов лет А у нас уже собственный столб с флажком выветрился Хе-хе, чудо природы Научу вас путешествовать Бодо Борода Вулканы Камчатки Бодо, зачем ты в холодильник залез? Здорово, я от вас спрятался Хе-хе, правда? Ой, вы же совсем замерзли Да, поэтому сейчас поедем греться. Куда? В Африку? Нет, в долину драконов. Вот, дети, это долина драконов. Ух ты, вулканы. Вот мы на Камчатке. Смотрите, драконья нора. Нет, это кратер вулкана. Какой такой кратер? Какой такой вулкан? Вулкан – это гора, из которой извергается лава. А вот это кратер. Да вот же, смотрите, кожа дракона. Мы на драконе. Нет же, это лава. Во время извержения она жидкая и очень горячая. А потом она застывает в разных странных формах. Ха-ха-ха. Ну вы фантазеры. Смотрите лучше, что дракон натворил. Сжег лес и вертолет сбил хвостом. Нет, это вулкан выбрасывает пепел. И он мешает летать самолетом и вертолетом. А о том, что вертолеты драконам летать мешают, вы подумали? Драконам нужен уют, чтобы яйца высиживать. Ха-ха-ха. Бода, это не яйцо дракона, а вулканическая бомба. Видишь, из вулкана вылетают комки лавы. Они вращаются и из-за этого становятся круглыми. Ну вот, всех драконов своими бомбами распугали. Кто нас согреет теперь? Бода, а разве вам еще холодно? Да какое там холодно? Жара вон какая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но лава была такая горячая, что на ней до сих пор можно яичницу жарить. Яичницу жарить прямо на камнях? Их, здорово! Надо запомнить это место. О! Ух ты! Хе-хе! Еще какое ух ты! Итак, дети, сегодня я показал вам удивительный край – Камчатку. На Камчатке есть много вулканов. Стой, Бода, здесь ошибка! Вот, это вулкан. Горячих источников. Опять ошибка, вот горячий источник. На Камчатке есть много гейзеров. Нет, Бода, опять ошибка. Гейзер – это тоже горячий источник, но иногда он бьет фонтаном. Хе-хе-хе! Да, хорошо на камчатских драконах, то есть вулканах, то есть на горячих источниках. Научу вас путешествовать. Хе-хе! Бода Борода Озеро Эльтон Лодка, палатка, удочка. Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня мы едем на озеро Эльтон. Вроде все собрал. Эльтон – необычное озеро. Точно, фотоаппарат забыл. Все необычное нужно фотографировать. Ого-го-го-го! Ха-ха, сколько снега! Пока добирались, зима наступила. О, да это не снег. Так, морфики, ставьте палатку, а я чай сделаю. Вот, дети, учитесь. Так нужно проводить отдых у озера. Кто насыпал соли в мой чай? Бода, твой чай никто не сольил. Ты взял воду из озера. А в озере Эльтон вода соленая. Вот придумали. Это в море вода соленая, а в озере пресная. Ну-ка. Соленая. Кто насыпал соли в мое озеро? Бода, это просто такое соленое место. Здесь везде соль. На берегу у места песка, на дне соляная корка. Раньше здесь соль добывали. Эх, ладно. Чай попили, теперь на лодке прокатимся. Эх. Бода, ты не плывешь, а скачешь. Думаете, легко плыть по такой твердой воде? Это не вода твердая, а озеро мелкое. Летом оно от 7 до 15 сантиметров глубиной. Это значит, легко будет рыбу ловить? Бода, рыба в Эльтоне не водится. Хе-хе, а что же там еще-то водится? Птица, что ли? Хе-хе. И я... Ах-ха-ха-ха, я теперь соленый, как огурец. Хе-хе, и глаза щипет. Надо помочь, Бода. Но что из этого ему поможет? Солнечные очки, бинт или обычная вода? Обычная вода, она смоет соль. Бода, после соленой воды нужно помыться пресной. Тогда и глаза щипать перестанет. Какое-то ненастоящее у вас озеро. Чай соленый, рыбы нет, купаться щипет. Как красиво, смотри, Бода. Озеро гладкое, как зеркало. И вода окажется розовой из-за водорослей. Ладно, давайте фотоаппарат. Хе-хе, ух ты. Ха-ха-ха-ха. Так необычно аж красиво. Щелк. Эй, вы что грязь развели? Всю красоту испортили. Морфики принимают грязевые ванны. Здешняя грязь лечебная. Ой, что-то я приболел. Пора лечиться. Не, на удочку здесь много не поймаешь. Зато на фотоаппарат. Я же вам говорил, Эльтон необычное озеро. А вы чуть фотоаппарат не забыли. Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иви. Сейчас я уже говорил, Эльтон необычные проекты. И Village